Я сейчас как Артём, когда он тут извинялся, я сейчас без шуток, у меня давно созрело извинение, я знаю, за что я извиняюсь. Речь извинительная. Да, ты согласен. Давай. Речь извинительная. Я вёл себя некорректно по отношению к тебе, я тебя специально троллил, я тебя засаживал, показывал какой-то слабоумный, какой-то тюфяк со стороны. Да, я вёл себя неадекватно, я прошу за это всё прощение. Я впредь больше так обещаю Кристине, даю слово, что в таком контексте, в формате, я не буду тебя оскорблять и не буду вести таких диалогов. Прошу извинить меня, Артём. Артём. Это было извинение. Я не было здесь никакого стёба, я постоянно прикалывался, это не значит, что я сейчас говорю на свете. Я сказала, что я оказала тебя слабоумно, но это было. Иди, иди билом. Так, ну да, так я, Лёша, я извинился за слова, знаете, то, что я так себя вёл и показывал его в крючке. Артём, что ли не понравилось в этом извинении? Да это прямой строп сарказм. Блин, ты такими извинения не нужны. Тогда мы с тобой не договоримся. А как договориться? Разобьему просто. Да, да что, я тебя басу. Я тебя, разобьешь, нет. Ну вот, 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 вот это да, я понимаю, классно, да? Ну идём, Лёша, сидим. Сидим, чтобы за периметр, пожалуйста. Давай, я сам. Давай. Говори здесь и сейчас, что тебя не устраивает. Человек говорил энное количество раз. Человек никогда здесь меня не услышит. Никогда. У нас такое ощущение, будто наломно сидит коллега, который все унижает, а сам он себя не унижает. Давайте так. Пока не начала Кристина говорить, Лёша, Лёша, я хочу вот это, он сидел и молчал. По факту я сегодня присутствовала при разговоре. Ведь согласись, если я сижу с мужчиной, он мне говорит, слушай, реши вопрос с подругой. Если мне это в моих интересах, чтобы она не залезала, я пришла бы, даже если он не прав, я бы сказала, извини меня, пожалуйста, ради компромисса и удобства в нашей паре. Но ему это не интересно. Он сейчас сидит, Артём говорит, да, он выглядит бледно, он сам себя унижает. Да, Атеев не прав, может быть, в каких-то моментах. Но извините, каждого человека можно задеть. А сейчас сидеть, во-первых, разговаривать в такой форме, что вы там друг другу морду набьёте. От этого ты, Артём, никогда не станешь мужиком. У тебя есть женщина, которая имеет авторитет в этом коллективе, которую все слушают, но не тебя. Для того факта, если не Кристина, то уже никто вообще не воспринимает, чем он плохо, Артём. Да он уже, знаете, я не могу объяснить. Ну вот, по-моему, вот вы дружите, чем он плохо. Да блин, я уже тысячу раз разговаривал с ним. С Лёхой? А ты бы как решила этот вопрос? Просто, это легко, лайфхак. Под запись, Артём, можно. Просто берёшь, говорит, покупаешь бутылочку. Нормальную, горячую. Идёшь, говоришь, Лёх, так задолбало это всё, эти качели. Давай уже не будем доводить... То есть мужик, который месяц тебя унижает, нужно купить бутылочку? Какая разница вообще, чисто по мужски. Знаешь, есть такая фигня, врага держись поближе, вот. И просто возьми ты с ним уже, реши этот вопрос. Выпили, поговорили, помирились, и всё дальше нормально. Вот так вот это всё делает. Спасибо. 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 Спасибо.